Меры государственной поддержки в сложившейся социально-экономической и внешнеполитической ситуации обсудили на встрече губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом 11 марта 2022 года сообщила пресс-служба главы региона. И правительство Иркутской области в инициативном порядке уже направило более 40 предложений по стимулированию экономической активности. В их числе это расширение доступа малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, введение моратории на обязательные требования по маркировке товаров, это были ваши предложения, расширение мер имущественной поддержки, установление моратория для банков на пересмотр кредитных ставок по ранее выданным займам и развитие поддержки экспортеров по поиску новых рынков сбыта и другие. Для оперативной связи с бизнесом по проблемным вопросам мы создали горячие линии при центрах инфраструктуры поддержки, фондов поддержки предпринимательства, микрофинансирования, развитие промышленности. Я предлагаю регулярно встречаться в таком формате для обсуждения проблем, возникающих при работе в новых условиях. Мы сегодня услышали от коллег и от уполномоченных по правам предпринимателей, что в секторе более 300 тысяч задействованных сотрудников, и для нас это очень важно. Готов услышать ваши предложения по мерам государственной поддержки предпринимательства? Это вопросы поддержки бизнеса в нынешней ситуации в виде снижения налогов, которые зависят от региона, это прежде всего упрощенная система налогообложения. Второй момент – это дорогие кредиты, которые в связи с поднятием ставки Центробанком увеличились для получения и стали недоступны, бессмысленны. Поэтому это основные вопросы, связанные с точки зрения экономической. Есть и административные моменты, которые предприниматели обращаются с уменьшением административного давления, связанного с проведением проверок. Хоть мораторий объявлен, но и бывают внеплановые проверки, и количество, которые будут продолжаться проверяться, их тоже даст значительное число. Поэтому предприниматели предлагают в это сложное, на это сложный период сократить количество проверок. То есть вот такие вопросы, которые, я думаю, что они в каждодневной жизни имеют важное значение, а в нынешней ситуации особенно. Поэтому отрадно, что штаб просматривает эти вопросы, на своем уровне решает. Если это уровень выше, то передает их в федеральный штаб для проработки.